я уже делал это у вас фотоаппарат или камера? это значит экшн-камера которая применяется для экстремальных типов спорта на мотоцикле, на лыжах прыгают в какая-то подобная так 4K я снимаю в полном HD она значит в несколько режимов можно так снять широкоподматный, среднеподматный пустоподматный может значит 9D снять может HD снять может 2K снять может 3K снять вот что HD и может фотографировать она 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 сейчас сейчас это 3 плюс 2 пошли уже уже пошли уже вот мы снимаем прямо Прямо, чтобы узнать, как бы рассказать, как бы рассказать. Проекта будет лучше? Нет, не нужно. Может, про камеры? Вам проекта будет лучше. Так что чем поместят эти камеры? Они маленькие вообще. На штативах они вообще вот такие вот. Все будет нормально. С ним чехолчик можно подходит, спускаться там, снимать и так далее. На голову предвидишь ли? Да, различные предвидения у них. И в бродиле ехать? Да, и в бродиле. Парен как-то. Да, и вы знаете, мне как-то легче на ваши вопросы ответить, нежели что-то рассказать, потому что все, что мы рассказывали, конечно, моему личине. Вот. А вы задать вопросы? Да. Особо. Что именно вам интересует? Потому что вам, допустим, что интересно, я буду там свою молодить. Ну, например, как я стихи сочиняю. Вот, например, один из них, да? Очень хороший стихи. Свои проблемы принесет. У школе январь такой случился. В июле смотрит на жала. Купаться будем до утра. И тело покрывать за даром. Потом дожди. И снова покрыжди. И снова холода полюбишь в окон сенаморозный одет, чьё души все разливает, а жизнь вредная рассуждая, что хорошо и ржа, и холод, здоровье крепкое иметь. А остальное просто медь. Её не стоит и иметь. Но её здоровье хватит даром. Как будем жить и процветать, и столь передвижиться, и хреров сердца посылать, а то вечное принять, и от того, как это принять. То есть я стараюсь такие вот, что позитивные стихи, чтобы они так нравятся. Как-то мне надо, это, полрекции? Да, ага. Ага. Вопрос, да? Мама рулит на красном окно. Я и братишка смотрю вопрос. Есть очень такой, у нас определенный, где-то, как-то, как мы видим. Мы все дети. О, тогда для вас, Николай. Удовольте. Рыжая киска лежит на топке. Так, как лучше она что-то во сне, чайники тикают, чайники пить. Месяц в окошко у кого она видит, с лицами суют, о, стоял бурюшка. Ручки хозяйки, любимая миска. Владимир, и чешутся ручками, а готовим волос, и родители, и руки. А что вы, не хотите, давай по-быстрее мы будем встречать, а потом ты получишь отманутый котел. Вы отлично. А то есть... Могу несколько про нас помнить? Ну, с отцом так, а не надо. А мы соседи теперь. Понимаете? Мы соседи. За три минуты влияния прошло немножко. В Диффузии идёт. Вот такое мыска для нашего фотостанца монсолическое скотворение называется «Инна июля во сне». И при наюле во сне я осна настишь открываю, и словно старик делает чисто, своих желаний выпускает. И пусть судьба мне скажет «Да». Пусть снова июнь освободится в моих годах, в моих друзьях. Я полюбую столько снега. Пусть я дамусь, мать с отцом, и битву ты говоришь. Есть, что даю. Я встречаюсь с любовью. И любовью юности своей. Пусть будет всё как в первый раз. Мой жизнь, мой взгляд, твоя улыбка. Люби безблизной океаной. Увы, мне это только снится. И ставят делаю-делаю птиц, моих желаний идут, и случайно утро не дарить, не обращаясь к вам. Просыпайтесь. Ко мне снежок. Дальше могу продолжать так. То есть, зачем я эти стихи сочиняю? Я так сказать, чтобы голова постоянно трудилась, так сказать, гимнастика для ума. Чтобы у нас не чувствовал, потому что сосуды были чистые. Мы берём, допустим, талую булоту там, меньше жирного, расмалиста и идём. Наоборот, надо давать вот такие вот вещи, для того, чтобы как-то сочинять. Хотя бы там двух стихи, то когда-то расмали, и ты что-то там сочинешь. Ну, я в конце вам просто прочитаю биомерное мироздание, то есть различные методики, прочитаешь что-то, и делаешь. И тогда получается, что что-то, ну, допустим, тот же пользу я тебе писал, да? А ты это проголодал, освоил так, это не так. И я вот вспоминаю, они, давайте, значит, изморали выходить там на фрунках, там, посадить на фрунках, ну, можно на апельсинах, или что-то. И не то, что там входит, это много вообще в свое время. Я встретился с человеком, еще пасал, а у него целая библиотека, это было в 1980, где-то, в 1934 году. Потому что периодически родили для института, и облаживали. А он как-то там все это нашел, и, ну, целая библиотека делали. А я взял печатную машину, и научился там печатать, ну, у меня пальцы на сколько там, научился там и так. И вот такая жажда знаний у меня была. Говорю, Владимирович, вот эти там книги, там, Удебрыга тогда не было, Шелтона там, других авторов, масса там, и по это, и по всему. Я, значит, их вот перепечатаю, два экземпляра яну, а экземпляр все делали. Вот так, да. Вот все это, как бы сказать, как сливалось, сливалось. И вот я успешно голодаю, там, сутки из крови, там, стимеров, все нормально. Ну, зимой замакиваюсь на 18 суток. Вот. Кстати, понятно, все прочее. поднимаются. 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 Все кадры не записаны. Можно, так сказать, замакиваюсь, значит, на 18 суток. Все голодаю, зимой бегаю там, обливаюсь, по пошире, конечно, ну, у меня там, значит, заледенело просто-напросто. А те, место, где обливался, был такой налик. Хотя, вот, можете там, подпередавайте, там, посмотрите, как раз. Там, вот, здесь, там, вот, 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 и, короче, 18 суток прошло. Я покупаю апельсины, и, своим, как никто апельсины моим не ешь. и, я, 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 так, можно. Короче, я примягиваю апельсины, что это нормально. Ага. Потом, как раз, на тебя, в детках, а не черный, маль слезла. Вот, ну, вот, это да. Нигде не написано об этом, что, какие могут вещи быть. Оказывается, фрукционные кислоты, прижирают, на основе, да, передвижки снимают. Вот, я долго как-то остановился, думаю, что-то не так. Вот, творожок поел, все это у меня восстановилось. Опять, это было в этой голове, не помню, что, вот, это там, где там идет, это, 21 или 22. Ну, и, ну, и, отцов, мне, как бы, захотелось, вот, а вот, 40 суток, что случится? Можно ли все болезни, разом убрать, вот, этим 40-дневным голоданием? у меня, ну, значит, как раз поехал в Германию, что там дома не будет. Где-то я, значит, около 20 по Германию, там, болтался, клизмочки, все это не ел, вот, вдали от этого, в России, как-то, уже, ну, потом домой вернулся, и остальное, значит, я уже плавал, Жена, конечно, как-то, начала менять, несколько остановиться, она шла и говорит, что наши руки как-то на нее приманиваются, ну, сладость, естественно, на этом, но опыт большой, и вот, взял, было интересно, что я снимал все на кинокамеру, что с меня выходило, какой я был, какая единственность улучшала, что там с языка выходило, и так далее, и так далее. Можете посмотреть на Ютубе, голос у вас был. Да? Вот. То, что я хотел, все-таки не получилось. Ну, не получилось, буквально так. Опыт. Процент на 8. И опыт, конечно, большой был, и, понимаете, я понял такую вещь, насколько, как бы сказать, вот, ты хочешь решить все твои проблемы, не получится, надо, очень важно, изменить сознание, твои подходы, твои пищевые привычки, очень лучше, как вы думаете, поменять, для того, чтобы вот, зайти в такую здоровую карьеру, и тогда, будет нормально. Потому что, чуть из него вышел, не начинают различные проблемы. Я вообще никогда не думал, заниматься там раздоровлением, я занимался, вот, там все было, да, вот, а потом, когда вот там случилось, такие неприятные вещи, 19 лет мне делают админецит, админецит сделали, там я занимался, там я занимался, потому что, 117 года на месяц, ну, это вы видите именно таким, да? и, после операции, у меня, вольник, я морозил, то есть, видите, я парня, я морозил, такая неприятная вещь, я думал, что тут, за что это такое-то, ты что, подниматься надо? У меня, такое, самоустройство служило, и это как-то побудило меня, уже, начинать, заниматься, обратить внимание на здоровье, что еще там делать, и я пошел, врач, конечно, мне очень хорошо помог, там свечи, я думал, о, отличный какой-то, это таким, я мой большой, можете показать, вот, я их, значит, все это, вкусик прошел, там, успокоился, все хорошо, значит, извините, мне уже не задница, и радость, потому что, как есть такой негатив, все такое мороз, вот, зубы болели, болели, я попал, я попал, я боюсь, если это хорошо прошел, и знаешь, что это такое, да? Ага, через месяц, то же самое, потихонечку начинается, там, прихожу к ней, она говорит, да, наверное, не долечили, ну, еще разок, уже не через месяц, а, грубо говоря, через два месяца, то же самое, что же такое, ну, как так, непонятно, то же самое, сомнительно, у меня были, ну, там, молода, ну, ну, прочитал, что, полганцев, чемпион, олимпийских хихов, тысяч, ну, где-то, от того, тысяча шестого года, то есть, 22-го, он, значит, выпивал, день, полугайцев, ну, где-то, по 6-8 мл, молока, и занимался, и, ну, было очень сильно, ну, я думал, что-то, занимался я тоже сгодом, но легче выпить, это вот, 3 мл молока, и, значит, как правильно, это уже, после того, конечно, на его, вот таким вот, там, оздоровлением, все мясо, из тела, ну, да, только мясо поднималось, да, вот, я, значит, что-то выпивало, естественно, срезом отыщей продукции, верно, сомнений, ага, а я не знал, когда, как и что там делать, и, да, давайте, вырежем, ну, давайте, вырежем, вырежем, где-то примерно, 4-5, было так хорошо, ну, как хорошо без них, а потом, как пошла слизь, как пошла, она говорит, что-то ребенок родился, и все хорошо, и я еще не слышал, хорошо, как хорошо, как хорошо, значительная реакция была, чтобы горшок спокойно пометел, значительная реакция, вот, ну, много разных таких вот вещей, как-то, и, получила, что, на каком-то этапе, вот, по-своему, можно так легко выслить, ты думаешь, вот, медицина тебе поможет, не понимая того, что, говорю, что ты болячка, на жестах, эта болячка, он не на том, слушает там, Геннадий Петрович, скажет, как-то живешь-то неправильно, надо что-то там делать, а ты эту проблему несешь, ну, что там загинем, никак, вот, ну, пожалуйста, вот, это чип, ну, короче, вижу, что, что-то не то, и, я был вот таким большим, то есть, 117 кг, и, кстати, на кого я работал, на поле, на какого я работал, по 6 микроволока, я работал по 6 микроволока, и Пастан, я его оборвал, он, конечно, сильнее был, а, ну, странно, это, рывок и толчок, тут надо совсем, движение, динамическое, а не такая же, знаете, можно так тянуть тону, а рвануть можно на разное место, ну, просто я его вошел, рывок 160, толчок нет, у него, сколько подняли, у нас, она, я не, да, вот, ну, и, после, вот, всего этого, думаю, ну, вот, я начал, 45 кг поднимать, неужели, я как-то, в этом деле, что-то там, вот, не делал, здоровье, я начал искать людей, поищать, поищать, листы, люди попались, тогда, как раз, начинала, Симонова, вот, там же, рядом, жил в Симпасе, с этими книгами, Шантала, значит, и, приезжал там, по-моему, кстати, она на одной передач, она несколько, с этой передачи была, и на одной, по-моему, из-под три, передачи, а не с вашим папой, или я, встречалась? да, да, нет, а вы санкуты, специалисты, ну, короче, я понял, что, даже, существуют совершенно иные подходы, к своему собственному здоровью, для того, чтобы ты, жил, цитал, и, нормально, ну, взаимодействовать с простатой, то, окажется, вообще-то, они и есть, так, это я потом, ну, по-моему, что, пробовал, то, пробовал это, пробовал как, как-то потихонечку, закрылся, вот это, как говорится, все эти люди, ничего там, очищения, хорошая вещь, да, потом оказывается, очищение, надо закрепить цветами, потом оказывается, дальше надо, успевно, держать себя, иначе, он вдруг говорит, терпиться, не надо, терпить не надо, надо понимать, понимать эту ситуацию, а не терпеть не это терпит, хотя, внутри, вот, все это, так сказать, давление пока у вас бросает, и не дай Бог какая-либо ситуация, ты как-то знаешь, человеку, терпим, терпим, а потом, нашел, это не надо, а чтобы ты ее понимал, когда ты ее терпишь, то ты ее понимаешь, вот, и через минутку работаешь нормально, И так думаю, мой мальчик, Прохова рассуждая, периодически молодая и не занимаясь этим делом, я пришел к тому поводу, что он лучше всего такой срединный путь. И даже, в конце концов, я начал все это говорить в курсе, в которых не было в книгах. Ну, были там, допустим, вою в Вене, в Диме Индии. И они там все разработали. В конце концов, а зачем нужна жизнь мне? То, что я должен мне сделать? Что у меня развивается на самом деле? Что там не развивается? Атма, Дух, Душа, Тело. Интересная вообще вещь. Дух. Ну, уж в вашу вопрос. Дух первичен. На каждую жизнь он создаёт Душу. Душа создаёт Тело. Всё это только прошла жизнь как день и ночь. Потом, значит, ночь настала, грубо говоря, всё это умирает. Тело. Умирает Душа и передаёт свой опыт Духу. Дух идёт на новое воплощение, опять строит. Это с учётом приобретённого опыта. И почему, допустим, мы тут сидим и интересуемся медициной? Скорее всего, у нас были наработки прошлой жизни, когда нам это было интересно. Мы этим занимались, мы это как-то понимаем, нам что-то сказали, мы сразу врубаемся. А другим сказали, что для них для них настолько это далеко. Зато, допустим, они там могут пойти там хорошо, делать нож и сразу идёт, а так ещё что-то, ещё что-то. То есть, вот так как-то, ну, думать, рассуждая, понимая. Я вот так вот двигался и, ну, вообще, интересна такая эволюция. Потому что я в городе Якамель-Шахтинский, там ничего там где-то. Там можно работать, ну, и работал на именно водочном заводе. То есть спортом занимался, потом, когда спортом закончил заниматься, на именно водочном заводе немножко грузчиком поработал. Потом, значит, водолазом я был, потом начальником спасательной станции, потом когда-то вот всё это оздоровление. И вижу, что можно людям помочь. И как раз вспоминаю первый раз, когда я пришёл в такой литуре, он был, это где-то 1986-1980. И вот я прихожу не на литацию родителя, а прихожу в общество знаний, вот легкий, вот, знаете, можно очистить организм. Потому что, когда я очистил организм, вот, самое хорошо, когда ты сам всё это сделал, видел, что из тебя вышло, и ты чувствуешь результат. То есть, помимо того, что он вышел, там, ну, здоровым, там, одна чистая печень, здоровая, там, третья и так далее. Вот. Ты видишь результат, сразу у тебя вот такое вот тело твое, только хоп, знаете, из рыхлого стало. Так вот. А у тебя появилась, ну, говорить, выносливость какая-то. всё там, ну, голова там заработала ещё лучше, чем она до этого там работала. И теперь у тебя появляется желание поделиться с людьми. И я прихожу, врач слушает, а у тебя, вроде, есть образование? Я говорю, нет образования. Он говорит, ну, как-то без образования, а там две женщины поносите. Без образования, без того и сего. Не, не пойдёт. И какие-то такие вещи, которые рассказываешь, нам непонятны, мы это не знаем. Не надо. Вот. Ну, хорошо, что я обратился как-то в газету, что-то там рассказывал. А газета подхватила местность. И была статья, народ откликнулся. Пришло очень много народов. Вот на одну, там, сказать, встреч с читателями. И было решено организовать клуб «Бонус». Вот. А это уже, знаете, одно дело с собой работать. Мне приятно с собой работать. Ты можешь что-то рисковать, что угодно делать. Имаясь с любым следом. Ты только на себя, там, думаешь. А, если ты имаясь с любым следом другого человека, и после этого он быстро хорошо что-то делает. И уже потребовался как-то каждому человеку вот индивидуальный подход. И, вроде бы, физиология одна. Вот, допустим, клетка. Она должна работать, да? А существует вот только ясная и четкая и понятная концепция об индивидуальной конституции, но только там, знаете, мы ее видим. И, значит, вот и как-то приезжали как раз в это время шахты к Надежде Симонову на коллективы, там что-то там читали лекции. Я немножко послушал, а если как-то сразу выглянулся. Существует, да, у каждого тела свой объем. Это самое интересное. У вас свой объем, у меня свой объем. То есть рост, вес, вот эти вот ростовые и данные. У каждого человека свои, да? Далее, объем раз, свой у каждого. У каждого человека свой. В этом объеме, значит, дальше идут следующие процессы. А именно, он напогревается. И в нем идет движение. И оказывается, все эти параметры у разного человека различные. И более того, если так в это дело немножко войти, они все описаны на лице и на теле человека. Полный человек, значит, у него слишком много пространства, мало движения. Значит, чтоб нормально, ему больше движения надо дать. Ну, например, сухая там пища. Больше там, допустим, можно гладать на сухо там. Больше там двигаться. Человек стройненький, маленький такой. Знаете, он постоянно мерзнет и так далее. А ему можно жиром больше давать. Ну, можно там и жиром мазать. И он себя хорошо почувствует. Он не пересыхает. И с учетом этого, когда он начал внести клуб, я начал вот это вот дело делать. Ага. И приходили люди, в основном, чистили печень. Тогда это все было дело такое. Чистили, значит, печень. Пришел бедон. Операцию ему делать нельзя по варенью камней. Он уже там старый и так далее. Но тем не менее, почистили печенку раз. Результат положительный я увидел в клубе, когда он более молодую тетю прижал где-то в уголке. Я говорю, о, оздоровился. А до этого еле и не ходил. То же самое приезжая женщина пришла и говорит, ну вот умирает все, никто ничего не делает. Что там будет Петрович делать? Я говорю, ну давай, давай, вот кто-то, кто-то, кто-то. Пришла я ее называю Лиля Васильевна. Я ее называл звездой нашего клуба. Такая полная женщина. Понимаешь что? Ну и на науке рожок был такой весел. Вырос такой рожок, это непонятно. Она говорит, ну что вот, что это за рожок такой? Я говорю, ну это, скорее всего, полип у тебя в кишечнике. А сюда он уже, это, в корне тут, а здесь. Дорогая, так сказать, с чистотелом Клизма. Она одних только как Клизма раз сделала, курс, хоп, ничего. Второй раз раз. И где-то на третий только рожок отпадает, говорит, кусок мяса выше меня. Вот это само отсюда. Так плывет упок. И этот суп. Я говорю, вот, видишь, как это стало. Ну, короче, ну а таким случаем было как-то. Мы бегали, бегали по... Я помню, даже сон не снится такой интересный. До того, как я вообще начал заниматься оздоровением. Там у нас есть клуб. Снежная такая дорога, ну, аллея, да? И я в трусах бегу по ней. Я думаю, вот, вот это сон, надо же так вот. Сон я ничем не занимаю. И потом, представляете, я его так, ну, босиком беру, по этой слякотью, знаете. Ну, оно же выполнено, потом растает. И только, знаете, в вечерние лучи падает, вот такой снежок какой-то такой. И я в тот сон, знаете, как вспышка. Оп, дает картинку. Вот, нет, замер на перу. Просто красный и так далее. Вот, думаю, вот. Надо же. Такие вещи бывают. Ну, и все это мне было интересно описать. Не просто, знаете, описать. Вот, чистка. Чистка. Говорили так. Вот масло, стакан, вот я стакан. Столько. Все это выпил. И шли результаты там. Ну, грелку положил. Меня заинтересовало, а что там делается? Как она там открывается? Не открывается? Функции печени. Я начал все это для себя. Подпоминается себя оборотовывать. Сижу, выписываю. Я на этом деле вот нахожу удовлетворение. Ага, печень это орган, который все они для обмена веществ. Это значит, почему мы после чистки печени у нас лучше гибкость, больше не гибкость и прослойка жира уменьшается. Самое интересное. Что там у нас? Только раз она нормально стала. Только что сто еды почистить. Ага, четыре сегмента. Значит четыре раза надо почистить. Далее, значит, этот холестерин, этот вот шевелилгин, эти все желчные там, вот эти вещи, они, как правило, становятся воскоподобными. Они, как и воск есть, воскоподобные, и их трудно сдвинуть. Их надо расшевелить. Поэтому грелочку приложить, да? Потом, чтобы не испугался от человека, надо, допустим, ножки там выпить, когда там они пойдут. И выходили вот такие вот штуки, без всякого аяка, вы знаете, очень интересные. Потом, естественно, врачи сказали, это реакция масла с лимонным сроком и так далее. Ну, позвольте, вот она, большая медицинская энциклопедия, вот они в вашей тандре расписаны. Я уже любил свою эту книгу, вот они какие-то там бывают, вот уже чуть ли не сфотографировал. Лишь бы ее там не делать. Вот, а потом, оказывается, узнал, ну, я писал уже дальше. Существуют более мягкие чистки. Очень интересного буря Татьяна Сергеевна, или как это было? Ну, ее среди уже нету. Чистого печени. То есть важно это все расшевелить. Три дня там променялась различные травки, которые вот это все расшевелили. Они даже были с полтора, но не отогнали. Вот. А потом, естественно, масло, и все это вывалилось это. Ха-ха-ха. Сплошно видно. Ну, вот так, вы говорите, шел-шел-шел, потом дали другие вещи. Вот это чистки. А что дальше делать? А, допустим, на своего собственного ребенка, что, значит, не может завязывать шнурки, ты там ему под затыльник кинаешь, и там злись, и так далее, и так далее, и так далее. А почему тебя злит это? Почему это, как работают вот такие эмоции? Эмоции, слово волновать. Я уже начал все эти термины переводить на русский язык. Что они означают? Эмоции. Вот эмоции, эмоции. Оказывается, она волнует. А что она волнует? Оказывается, волнует, через нервную систему волнует все наши мышцы и жены. Мы состоим на одних этих жогах, сразу спаркнулась, возникает, там-сям тут зажало, голову ударило, потому что трубка стала сосудов тоненько, естественно, давление поднялось там. Вот. Ну и другие вещи как-то вы говорите. Вот как просто комфортно себя чувствовать? Ну, дальше как-то я не буду, лучше отвечу на ваши вопросы, а просто скажу. Вот на первом канале случилась ситуация, там многие задают мне вопрос, а почему ты ушел с первого канала? То есть на первый канал там приходят и там живут. Если их никуда не двигают, как они говорят, здесь рождаются, живут и умирают. И когда их подослезли. Я вижу, что передача после того, как 5 лет она прошла, пришли новые люди и они стали в более медицинскую сторону направлять, в различные там клиники какие-то там рекламировать. Ну, чтобы это я делал, потом еще врачи там пришли, они там свое что-то там рассказывают. И вообще-то я не люблю тебе говорить, потому что я уже как ведущий, думаю, надо уже заканчивать, сейчас уже заканчивать. А они там что-то там свое, там надо рассказать. И это, значит, сел и смотрю, вот как на каком-то там шамарше ты тут сидишь, вертится ты вот свое там, ну, то, что полезно, что каждый человек применял. Дело в том, что на передаче, чем она отличалась, это тем, что, допустим, ну я, пускай я будила, я могу вам все что угодно там рассказать. Но присутствовал специалист медик, присутствовал специалист от народной медицины, и все это говорилось, думаю, и еще, естественно, были люди, которые через это прошли, либо пройдут, и все это рассказывают. Мы говорили, этот рецепт идет, этот рецепт не идет, это ясно и понятно. И, хоть мне говорили, ты там больше говори, я там всегда успею сказать, я старался, чтобы те специалисты, которые пришли, потому что не я делал передачу, а делали передачу те люди, приглашенные специалисты с многолетним опытом народной медицины, натуропатической медицины, просто медицины, которая была за это все, они делали как раз вот этот фонд полезный, нужный, интересный, человек мог что-то там почерпнуть с него, хорошее. А потом вижу, это все кончается, вот эта клиника кого-то клиника, сего-то клиника этого, я думаю, а что тут я там делаю, ну, они мне, конечно, поддержали, как это там, и деньги получать, и денег там, конечно, очень хорошее, вот там. Ну, я-то просто-напросто как-то понял, что я себя потерял, вот. И раз сказал им, другой раз что-то там встанали там свое, они как раз сделали новую студию, ну, все это там такое, ну, 15-15 лет прошло, я говорю, я вот так сижу, ну, нет, не то. И спокойно, знаете, спокойно, как он дал, как он заел, как он уже ничего не надо, я не являюсь на следующий срок. Ну, там приезжают эти уже в Каменск кинооператоры, там что-то кричат, знакомые рассказывают, хотела, ну, этот, милиция штурмовать дом, якобы сказали, его приковали наручниками, там, батареи, и так далее. Короче, глупости много говорили, но суть в том, что просто-напросто вот это вот дело перечеркнули, я не стал желать, или как хотеть, или там больше, я не стал их идеи продолжать. Рекламирует, ну, о, все, 5-10. То есть вот так вот. И ушел. Правда, потом еще меня пригласил ответ Н, как ничего не бывало. Ну, это уже другая история. Ну, что? Вопросы, ответы или, наверное, закончили? Да. Вопрос такой. Вот представим, что вас приглашают в Москву, но уже не Эркс, приглашает администрация президента и говорят, Геннадий Петрович, выкладывайте ваш концепт в систему здравоохранения. Вот что вы им ответили? Как вы видели эту систему вообще? Как это должно быть? Система здравоохранения, это, конечно, государственная вещь, должна быть очень мощная, если мы хотим заботиться со своим гражданом. И я бы упор сделал на профилактическую медицину и платил бы, скорее всего, врачам, и исходя из того, сколько эти люди не болеют. Ну, допустим, грубо говоря, за врачом, за карпино там, пускай там, я не знаю, тысяча человек, да? Из этих тысяч человек, если не болеет, допустим, половина, грубо говоря, ему там хочется, там, ну, 100 рублей, да? Если не болеет 750, то его там уже там 200. А если не болеют 7, пусть он купается в рот. То есть врач, врач, это, вы знаете, я древних книг очень много врач. Врач, это тот человек, который и учитель первый, и он тебе облегчает все это твое дело. Ну, такой человек, к которому очень приятно надо относиться. А свели до какого-то такого уровня. Хорошего врача народ прокормит, да? Ну, видите, хороший врача народ прокормит. Ну да, хороший врача, конечно, прокормит, но вообще-то, если мы хотим, чтобы весь народ был, в первую очередь, там, образовательное, чтобы люди понимали, не только руки умыли, но вот рассказать наглядно, я знаете, концепцию даже при меня. В мультиках эмоция, допустим, в злости. Как она влияет? То есть человек злится. Это значит, согласно Восточной медицине, с печенью он связан, да, эмоции это, да? В нашем анализме вообще его очень интересно изучать. Вы знаете, он говорит, ну, наверное, тоже вселенная, да? И орган, функция, орган и эмоция, они взаимно связаны. То есть все так. Ну, допустим, человек злится, да? Значит, у него вырабатывается вот печень, это орган, в котором температура где-то 40-40 градусов примерно, да? И там разрушается желчь. Как только идет эмоция в злости, температура хоть пусть на 0,5 градуса там возрастает, больше разрушается этих краснокровных телец, а почему, говорят, желчи больше от гнева. Вот эта желчь еще дальше циркулирует по нашей крови, еще раз делает мескабильный, эмоциональный, и мы начинаем литься. Вот такие вот вещи, понимаете, сделать. Это было очень интересно, нормально. Мультики там, так далее, так далее, так далее. Ну, делом я бы занимался. Некоторые говорят, да, меня взяли с улицы, и, значит, на первых передачах я просто смотрел. Я не участвовал, я нарочно посмотрел первые передачи, мне было интересно, люди сидят. Сначала, значит, самая первая передача пришли. Откуда ни возьмешь. Такие, ба-а-а, люди с такими, знаете, тёпкими сидят, драгоценностями, так, одеть, я их никогда не видел после. Вот, и смотрят, что-то они, то ли засветится, то ли это. Вот. Вот камера стоит, а мне как-то, вот я как-то к людям обращаюсь. Люди, это ты не обращаешь внимание, это так, что-то такое. Вот камера работает, вот. То есть научиться всему этому делу, а зубные сутки читать, это вообще дельный разговор. Вот так вот, допустим, вот она бежит, это по суфлёру, да. Суфлёр – это вот экранчик вот на камере, камера тебя сливает, а букву берут по этому. Ты заикнулся, ошибся, неправильно сделал интонацию, ещё что-то, ещё что-то. Всё, ты читаешь по-новому. А я там не чтец. Где-то с улицы там страдкой стрелял. Раньше ещё ты такой. Раз, другой, третий, пятый, десятый. Я выходил, я за одну переначу на килограмма два-три терял. Потом стоишь тут раз, чувствуешь, что пот побежал у тебя по твоим дорогим костюмам. Но, если это полезная вещь, если это надо, всё преодолеем, всё сделаем, всё это. В конце концов, когда меня позвали в второй раз, я вижу, что перенача идёт совсем другую сторону, я уже не стал с ними спорить. Вот сказал, хватит денег, фиг с ним, что вы там хотите. Я покупаю четыре, марка, три фотоаппарата, которые я снимаю с качеством. Устанавливаю их там у себя там в кухне, где он в Москве, я тогда её снимал. Вот. Беру себе следующую, которая на этом работала. И вот, один фотоаппарат общий на нас, один на меня, третий на неё, и четвёртый, что мы делаем. И я снял 70 передач, вы их можете посмотреть. через программу «Целебная кулинария» за ненадо приступления выставок на ютубе. Как раз рассказывает о том, как с помощью продуктов можно лечиться легко, правильно и приятно. Вот так. Вот. Ну и, говоришь, разговаривался с психологией. В конце концов, вот, должно быть правильное, всё начинается с правила мировоззрения. Мировоззрения, допустим, дальше идут помуждения, да, которые составляют. На основе этих побуждений формируется характер. То есть я как-то постарался разобрать себя по всей этой полочкам, чтобы понимать, где я там взлюсь, на кого-то, почему я взлюсь. И как-то мне встал потом всё это, значит, спокойно. Там даже, там жена, там, где-то, там, ты слаг там пропустил, или ещё что-нибудь такое. Ну, садись домой, да и нельзя. Что-то такое, какая-то спутня. То есть спокойнее относиться к этому всему делу и смелость, как вы говорите. Смелость. Ну, об этом это другое накладно расскажу. Потому что, ну, действительно, мы боимся жить, боимся что-то там такое. А, ну, жизнь как-то любит вот смелых, не наглых, а смелых. Потому что, ну, действительно, я вот в девяностом году, где-то в девяностом году, я уже будучи начальником спасательной станции, вот, и нормальная зарплата, что-то там. Клуб я ещё веду, ещё сколько же примерно получаю, да. Я, значит, всё это дело оставляю и только начинаю заниматься клиентами. На свой счёт сначала издаю там брошюрочку целительную силу. Потом там издаётся уже целительные силы, потому что всё дополняется. Целительные силы потолще. Приезжаю я забирать старый оскол, там женщина, она меня не знает, там все. Да кто эту книгу будет там читать? Я говорю, ну, ладно, ладно, ладно. Вот, с мешками этими, с книгами сначала лазил, вот, лекарь читал, ходил. Вот, а потом они только как-то, знаете, критическая масса сработана. Они в Петербург попали. А там... Говорит, эти книги продаются. Директор магазина, директор издательства. Ну, и хозяйственного магазина, да, да. Говорит, ты, ну, давай, сто тысяч из них, бах! Напечатали. И мне сообщают уже, вы там напечатали. А где договор? А где то? А где это? Много, много там таких вот вещей было. Вот, так что это очень интересно. И осваивал различные методики. Знаете, вот, просто-напросто начинал, действительно, как бы сказать, я никогда не думал, что там есть высшие силы, еще какие-то. Они начинают с тобой взаимодействовать. И вот я рассказывал вот одно из стихотворений. Оно прошло-напросто пришло после того, как я занимался методикой написания красивых слов. То есть, все мы говорили о том, что слово, вот, уже вы говорили, каждое слово, оно имеет свою вибрацию в организме. И более того, наш еще там свой, будем говорить, это там, как бы корень, вибрация. Ну, вот, простой опыт. Я как-то не люблю это самое. Если ты тут выступаешь, выступай сам, а зрители не затаяют. Но тем не менее, вот, смотрите, слово все сейчас говорят – худеть. Корень худо. Тянет всякую дрянь и так далее. Вот худеть, худеть, худеть. А вот про себя скажете и там, я худею. Вот про себя произнесли, да? А что она на самом деле говорит? Ну, это я считаю. А вы скажите, я стройню. Видите, я просто смеялся. То есть организм, каждая клеточка, по-другому начинает откликаться. И вот я вот эти вот слова, значит, писал, писал, хорошее. Только окружить себя, вот мы окружаем себя, ну, вы говорили, любим машину комфортную, любим дом комфортный. Оказывается, мы же можем себе вот эту ауру комфортную окружить с помощью текстов. Я как-то написал, знаете, окружил эту как хоп. Просто-напросто это самое. Стихи такие. Вот как с тобой уговорил Господь Бог, и они там могут закончить. И он так говорит. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний. Я коре слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие, свое, ее. Вселенная сей, источник и любви своей, которые космос заполняют. Я так живу и процветаю. И буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать. С дополнительным все миры. И тебе будет я, и тебе будет мечты. Ведь я и ты. Две миры. Это прекрасно. Я только записал, и все. Ну, на это можно. Если нет, то вопрос. Так что, если бы я там был, мультик, профилактическая медицина, и более обучающая, более обучающая вещь. Еще вопрос такой. Вы все-таки бывали там пять лет на Первом канале. Вообще, действительно ли там, собственно говоря, все коммерциализировано настолько, что какие-то здравые идеи сложно донести? Или все-таки есть шанс при правильной упаковке популяризировать? Я не понял вопрос. Все там можно сделать. Ненасколько там это. Все, грубо говоря, можно сделать нормально. И предприносить. Просто там уже сталкиваются глобирующие интересы фармакологии, которые, если и хочет, чтобы... Народная медицина. Что делают ребята и девчата? Просчитывается рынок. 100% пациентов отстрадающих. 100% страдающих. И из этих 100% страдающих, значит, 20% отбирает народную медицину. 20%, а там уже 8% все не поделили, да? О, да это огромный пуш. И вот это отнять. А как отнять? Значит, ну, грубо говоря, оширновать в первую очередь тот, кто там на телевизоре, допустим, меня там, выставить каким-то глупцом, там, я не возражаю, я это. Вроде это. Вот. И всех остальных там. И что сказать, что это плохо, что это это, и так далее. А как-то народ думает, вот, я вообще-то вот, ну, у меня никогда нету таких возможностей, хотя у меня так желание есть. Можно радио сделать. Другой образ жизни. Пожалуйста, статьи интересных этих ставок, понимаете. Рассказы, кто исцелился, методики, значит, каждый человек там рассказывает там это. Выступления. И даже к рекламу туда можно. Раз, там вот это, СО препаратом, ну, нормально. Да нормально там радио было. И плюс канал. Сколько этих каналов в телевизоре, что-то там показывают, ну, я не хочу сказать, вот, они показывают там то, и сё, пятое, десятое, но как-то это не то. Вот, я свой канал попробовал сделать, я уже там всё это там, ну, я люблю всех этим заниматься. Вот. Начало утреннее, тут может быть и вегетация, и настройчик хороший, и то, и сё как-то. Человек, который только раз поднастроил там, что-то там стартал. Дальше, допустим, ну, пускай там как гимнастику там сделал, просто некуда. Потом там, допустим, для мамочек или там для бабушек какая-то там это самое. Садить такие рекомендации, потом что-то там посерьёзнее, потом ещё что-то там, потом какой-то такой фильмик сделал, который, как бы, знаете, не страшилка, как посмотришь там про чужого, да? Ах, ты такой хороший, бабрый он был. И всё это пошло, поехал он, и деньги выносил. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ